Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше, а лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Что приумели? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад. На лево или на право? Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть, как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план «ЩИП» – сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы, чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навретли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артем с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но… Артем, чем молча глазами сверкать, проверь лучший эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся, ищи позывной «Ковчег». Ах, понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Ах, тут и трибунал мне нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы слышало про невидимых наблюдателей? Слышала, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы. И что за ковчег? Если Артем поймает позывные, все узнаешь. А если нет, то и говорить не о чем. Ты думаешь, этот ковчег все грехи спишет? Нет, но если есть идеи, что делать, милости прошу. Да, есть. Найти место, куда людей из Москвы вывезти. Как Артем мечтал. Врагу всех сдать. Отличная идея. Знаешь, давай пока решать наши проблемы, а не всей Москвы. Ладно? Как там дела, Артем? Не нашел? Здесь же целый мир. Целый мир, и в нем можно жить. Пока что мы знаем одно. Здесь нормальный фон. Да, дышать можно. А осадки? Ну и что? В Москве-то и дышать нельзя. И? Кто здесь живет? Мы не знаем, как они встретят нас. Опять не знаем. Что они сделают, узнав, что в Москве есть выжившие? Снова не знаем. Ну что, Артем? Ищи, должен быть сигнал. Зато мы знаем, что нам врали. Двадцать лет нам врали. Мы знаем, что людей убивали. Лес рубят, щепки летят. Главное было сохранить маскировку. Да, многие погибли. Но под бомбами погибли десятки миллионов. А мы все живы. Выжили все эти тридцать лет. Артем чуть не погиб. Что? Он тоже щепка? Представь себе. Да. Если выбирать приходится между жизнью одного человека, как бы он дорог тебе ни был, и жизнью всех, ты понимаешь всех жителей метро, о чем тут вообще думать? Как там, Артем? Ищешь? Давай, работай. Ты это про меня тоже сказал бы. И про себя. Я всю свою жизнь положил на то, чтобы метро выжило. Что? Понимаешь? Всю жизнь. Я ни секунды не колебался бы. И сейчас пойду на все, чтобы защитить метро. Пусть даже меня там ждут. Ну-ка, ну-ка, это что? Комитет по восстановлению базы конфет. Всем, кто слышит это сообщение. Всем слушать. Всем, кто не вернусь к присяге. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Ну-ка. Квадрат 18-5. Так, где там нормы? Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Ага, гармон. Квадрат 18-5. Есть маршрут в Иссоунице. Наверное, такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Корчак – это целый подземный город. Огромные запасы техника. Лучшие специалисты. Это ставка верховного главнокомандующего. Там все руководство страны. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится. Все, вы понимаете это. Начинается новая жизнь для всех выживших. А женщина ли там, кстати? Как ситуация? Орлы. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это... Это я виган. Это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Пиздец. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня Утренней Зари и Крессер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но Крессер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Тогда забр... Забр... Артем, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак полный вперед. Есть! Бой, я перешу... С кем-то ворохом, что ли. Маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, Леша? О, хаточка. Артем, на просмотр. А получил от гибридного мужика булю, но снимок. Артем, давай так, что было, то было. Да, я тебя не останавливал, когда ты лазал наверх. Да, отговаривал. Да, не говорил, что мы не единственные, кто выжил. Но у меня самого, у меня допуска не было. Это государственная тайна, ясно тебе? Мне только после нашей обороны Д-6 допуск дали. Сказали, будешь наших обучать. Потому что война продолжается. Что думаешь, я сам не охренел? За что тогда наши парни в Д-6 полегли, а? Ноги свои за что я отдал? Но я понял. Потому что война. Потому что секретность. И парни наши бы поняли. И ты пойми. Что, неужели ты не разболтал бы всем и каждому в метро? Ты ж бляха, Прометей. Тебе людей наверх из пещер надо вывести непременно. Романтик ты хренов. Думаешь, ты бы кого-нибудь спас? Что вы с глушилкой натворили? Сейчас, может, Москву раскрыли из-за вас. Сейчас, может, ракеты на подлете. В общем, чтобы они там про меня не думали, я не дезертир и им никогда не буду, ясно? Если надо, я готов ответить за все. Но если есть хоть малейший шанс получить прощение, я его заработаю. И значит, нам, как споткнувшемуся бегуну, просто чтобы не упасть, надо бежать еще скорее. И не дай бог тебе еще раз поставить нам всем под ножку. Понял? Надеюсь, что так. Ну, теперь нам хоть ясно, куда бежать. Так что можешь вернуться в рубку и взглянуть на карту. Примерно маршрут уже ясен. Ты точно в порядке? Я и тебя знаю. Точно. А шрамы только украшают пущину. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямонтау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом, и нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Ты как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямонтау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощения, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью. Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я... Тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ох ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Огневой контакт! Четверо, дрезина! Всем в рубку! Общий сбор! Артём, ты как, цел? Я в корне попасть! Один цилиндр огрался! Насколько всё плохо? Двигаться можем? Нет, приехали! А, проклятие! Мой блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье, это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть пар с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти надрезины чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка, взять ещё лучше. Аня, прикроешь его. Есть. Может, и я с Артёмом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберёмся от Авроры ни на шаг. Пошли, Артём. А они пари уже работали. Справятся. Ерман, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может, день? Может, больше. Новая модель. Походная мастерская. В поле вещь незаменимая. Инструкция внутри. Да, материалы, уж извини. Сам собирай. Есть. На тебе разведка... Пойдём, Артём. Мы там. Осторожнее только. Ладно. Странный блокпост этот. Всё. Из говна и палах. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Деды какие-то. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь колокол? Вот мы на них, небось, страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или ещё что. Спускаемся. Ух ты! Здорово! Слышал? Проверишь, что там? Проверишь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух, похоже, тебя заметили. Артём, смотри, на колокольне женщина какая-то, тряпкой машет. Проверь. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы с дочкой тоже не отсюда Силантий нас уже год в церкви держит Да, мостовики говорить Серить и камень не станут А я все-все расскажу Уж не смотрелось за год Ох, техноборцы Подручные Силантий выявились Он их как и здешних окрутил Только эти с ружьями Уходите, тут спуск есть А на пристани лодка стоит И у нас есть, только маленькая очень Артем, она дело говорит Уходи к лодке Жизнь, мы не поможем, не переживай Уходи, мы с вами с вами доберемся Ну что, где тут еретик-эзорд? На лодку пришел Аккурат, проповедь была А потом что? Да вот вроде тут было, а потом рот У кого бы его подпал? Я здесь Силантий говорит Знаю, я знаю Я знаю, что отец Силантий Говори прямо Не видел, куда делся Ладно, бог с тобой Пойду дальше искать Не видел ничего Прямо эту пизде-котищу А я в общем Надо мной Как застало Насправимое Надо найти, дети мои Ищите лучше Аккурат, да куда тут Правны бы прогневаются Может, я не знаю Выходи, нечистый отпрыск сатаны Выходи, не смущай более малых с них Артем, внутри прикрыть не смогу Меняю позицию Буду встречать женщину с ребенком Но ты справишься, я знаю Эх, поспай бы сейчас Ну и лет за утренний завтрашний отвертеться Оно понятно, караульным и можно быть Да смотри, все равно косо будут Да Сестра, вы видите Нет, батя, значит, ищем Так вы видели или нет Не пойму А неплохое тут местечко Тихо, спокойно На броске Ну мы того ищем Ладно, пойду я Иди, иди Благое дело делает Мало им было, старый Выходи, сатананское тротье Или хуже будет Покайся в грехах И тебе это сочнется на последнем суде Мало им Играет музыка. 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 Играет музыка.